Сегодня Святая Церковь чтит память Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира. И именно с этого человека, с этого государственного деятеля можно сказать, что мы начинаем отчет и истории нашего государства российского. Почему? И именно в этом, наверное, смысл сегодняшнего праздника, тот смысл, которым мы его сейчас наполняем. Выбор веры, выбор веры Великого Князя и переход нашего государства, Древней Руси, от некого союза племен, объединенных совершенно разными идеями, принципами, смыслами, к формированию одного единого государства, объединенного единой верой. И вот именно выбор веры Князя Владимира является главным смыслом сегодняшнего дня, сегодняшнего праздника. Что значит выбор веры? Выбор веры — это выбор системы координат духовных в понимании добра и зла. Ведь именно наша вера говорит нам, что есть добро, что есть зло, что есть истина, что есть ложь, что нужно делать и что не нужно делать. И самое главное, именно вера говорит нам о том, зачем мы живем и какова цель человеческой жизни. И вот эта трансформация происходит с князем Владимиром. Мы знаем, что он был язычником, языческим князем, подобным многим, которые окружали его. И его мировоззрение говорило лишь о том, что он должен быть хорошим государственным деятелем, доблестным воином, жить и жизнь его от рождения до смерти. Но по мере его узнавания того, как жили окружающие его государства, по мере его знакомства с греческой культурой и с греческой верой, которая, вопреки многим ожиданиям, уже была на Руси, и церкви были, и верующие были, в основном, конечно, из греков, но и некоторые славяне уже принимали христианство. Мы знаем, что бабушка святого князя Владимира, равнопостольная Ольга, она уже была христианкой, но вот ее выбор веры не стал выбором государственным. А когда святого равнопостольная князь Владимир склонился к принятию именно христианства восточного, греческого, то есть мы видим, что это и в нем самом произвело изменения, как государственном деятеле, и вслед за ним Русь приняла православие, как описывает опять-таки святой Дмитрий Ростовский, и ответила на призыв князя «Кто мне друг, тот приходит на Днепр и принимает крещение». Наши ценности, наше понимание добра и зла, наша вера — это то, что потом объединит Русь в единое, огромное, мощное и сильное государство на принципах добра, взаимопомощи, на тех принципах, когда человек понимает, что общее важнее личного, когда свою жизнь можно отдать за други своя, и это будет доблестью. Не жить ради себя и копить ценности ради того, чтобы прожить эту временную жизнь, но понимая, что временная жизнь является лишь преддверием вечности и способом в этой вечности достигнуть спасения. Вот эта цель, этот смысл, которым наполняются души наших соотечественников, наших предков, наших соотечественников, оно и становится определяющим для Руси на многие века вперед. И как мы говорим, что именно то государство, которое мы сейчас называем Российской Федерацией, это огромная территория, которая объединяет и включает в себя огромное количество народов, мы все разные, но мы все объединены одним смыслом и общим пониманием добра и зла. И даже человек, который, может быть, и Евангелие это в руки не брал, он все равно понимает добро и зло по-христиански, по-евангельски. И вот это то, что смывало нас как народ, как единый народ, как единое государство, началось больше тысячи лет назад с выбора великого князя Владимира, когда он для себя посчитал нужным, полезным и осмысленным принятие христианства, а вслед за ним и наши предки также стали христианами, доверив свою жизнь Христу, поверив Христа, последовав за Христом, назвавшись Его учениками. И плоды этой веры уже не стали себя ждать. И уже во время великого князя Владимира Русь становится уже государством. Христианство в этой Руси занимает очень важное место. Языческое мировоззрение многобожие заменяется пониманием и знанием одного Бога. Просветают школы, образование. Греческая культура, лучшее, что мы могли взять из Греции, мы берем для того, чтобы построить свое государство, свое знание, свое понимание. И самое главное, что этот выбор происходит добровольно.